Как выглядит лицо пилота, который на тест-драйве. Мы приехали в школу мастерства, школу водительского мастерства BMW. Сейчас у нас будет проходить мероприятие. Будем ездить на BMW с полным приводом. Вот тут уже начало. А можно на X6 попробовать разместиться? Ты на X6 хочешь? Да, я хочу на X6 разместиться. Мне она больше не нравится. Давай вот сюда сидись. А можно на X6? Нет, давай сначала на X5 попробуем. Ну блин, ты хочешь на X6. Садись на X6. Класс, можно, да? Да. А на ваш взгляд, какой выбор? X3, X5 или X6? Смотря для чего? Вот для нашего заезда. Для именно нашего заезда не важно. Все автомобили ведут себя об этом ключе. Все застрянут. Обратите внимание, сейчас вывешиваются переднее левое, заднее правое колесо. X-Drive, естественно, перераспределяет крутящий момент, доставляет его помимо задней оси на третьем оси. Но, X-Drive может перераспределять момент только между осями. А вы видели, что... Лево-право. Да, лево-право. Каким вообще образом крутящий момент перераспределяется между правыми и левыми осями? За счет тормозовой системы, наверное. Да, абсолютно верно. За счет тормозов. Вообще в оболочке системы X-Drive работает программная функция ADBX. Активное дифференциальное торможение. Литеры X говорят о том, что это вот, собственно, речь идет о полном приводе. Вот сейчас идет пробуксовка. Это только из-за того, что Юра пока что еще не нажал на газ. Автомобилю нужна однозначная команда, что нам нужно ехать, чтобы двигатель достиг определенных оборотов, определенных крутящих моментов, и только в этом случае X-Drive и ADBX будут перекидывать, перераспределять крутящий момент туда, куда нужно. Вот, собственно, видно, да. Потрали на газ, поехали. Вот обратите внимание, переднее правое колесо вращается, да. На нем есть крутящий момент. X-Drive его туда доставляет. ADBX притормаживает это колесо. Хотя во всей внутренней документации говорится о том, что... Помните, да, X-Drive работает на скоростях от 5 до 180. Вот на парковке, если вы будете вращать руль от упора до упора, там на переднюю усть крутящий момент передаваться не будет, чтобы не мешать автомобилю маневрировать просто. Но в данном случае... А, блин, у нас будет диагональная водяшка. На X-60. КОНЕЦ КОНЕЦ Поехали. Это 50%, что соответствует примерно 27 градусам подъема. Сейчас мы будем, отпуская тормоз, скатываться назад. Нам показывают. Сейчас нам все расскажешь. Есть кнопочка, есть нога. Раз, два, три. Включаем рейвы в заднюю передачу. Смотрим зеркала. Руль двумя руками держим. Убираем ноги. И не закрываем глаза. Да. Отпускаем все педали и скатываемся. А я не захотела. Все. Х6 спустилась сама, без нашего участия. Звучит музыка. Внимание. Звучит музыка. Выглядит примерно вот так. Угол подъема здесь 60%, что примерно равно 32 градусам. Сейчас у нас небольшой педры. Мы поедем кататься дальше, уже на седанах, по площадке. Пришло время садиться. Давай, а мы сядем в четверку сначала. Пришло время стендовых покатушек. Мы будем кататься на всех машинах сегодня. И на двойке, и на тройке, и на четверке, и на пятерке, и на семерке. Начинаем с четверки. Как купе. Ух ты, какая литра. Хорошая? Но очень классная. Мне нравится больше, чем X6. Да? Да, она уютнее. Прикольно. Такие синие вставочки очень стильные. Дальше, дальше первый поворот делать, сейчас разбили предотвращение. А теперь, во-первых, хочу, а во-вторых, побольше не увидим. Я хочу нарезаться, а порой не захвастаться чуть-чуть. Сейчас у нас Юля ведет тест-драйв. А это ты комфорт сделал? Четверка, купе. Подожди, стой. Ой, офига себе. Вот сейчас комфорт. Сейчас мы едем в змейку. Попробуй проехать побыстрее. Но я пока к машине приноравлюсь. Давай, приноравлюсь. Видишь, не перехватывай руки. Сейчас у нас будет экстренное препятствие. Попробуй на 60 въехать. Попробуй, поехали. На 60 въезжай. Сейчас мы на 60 и увидим экстренное препятствие. Это уже 60. Да? Да. Я боюсь. Не бойся. Это у нас первая смена машин. Машин мы переходим на 1,2,3. Все, все получилось. Поехали. Серьезно? Вот так вот у Юли все получилось. Молодец. Она никого не сбила. Сейчас мы сели в трешку. Вот трешка выглядит по-другому. Юля снова за рулем. Трешка выглядит поспокойнее. Все получилось. Мы едем пока в режиме комфорт. Это была небольшая пауза после второго поворота. Соответственно, и получилось до ваших автомобилей. Старайтесь без паузы. Теперь мы садимся в двойку. Двойка у нас не X-Drive. Это у нас задний привод только. Сейчас мы посмотрим, в чем разница у них. Незабываемой безопасности мы пристегиваемся. Задний привод. Упражнение змейка. В режиме комфорт. Теперь препятствия. Поехали. Задницу чуть-чуть заносит у второй серии. Да. Но в этом же и плюс. Даешь газу, и она прямо задницу забрасывает. Вот смотри, на месте прямо. Разворачиваться. Да. Сейчас наша очередь будет ездить. Мы проехали на двойке, на тройке, на четверке. Это у нас тут пятерка. Сейчас наша очередь в семерку садится. Сейчас мы выгоняем Александра и Вавана из семерки. И поедем на ней. Давай, ты за руль. Да-да. Я пассажиром. Везу куда-нибудь. Ну как? Супер вообще. Давай, Юль, прокати меня как босса, как торопимся сильно. Вау. Вот это да. Вот это да. Вот тут я удивилась. Давай, музыка. Кстати, комфорт, спорт, спорт плюс. Может быть, спорт плюс потом сделает? Нет, спорт плюс нельзя пока. Почему? О, грома. Перехошел? Это офигенная машина. Слушай, отъедь эту вперед. Чего? Сейчас мы ведем 760 лонг в BMW. Сейчас поедем в спорт режиме. Извините, вы не дрова везете, вообще-то. Хватит, то, что нужно. У-ху, это мы. Сейчас у нас 535. Поехали. Слушай, поехали. сейчас я снимаю их юля поедет на пятерки 535 вот она стартует ты въезжаешь на большой скорости сюда и перед тобой возникает препятствие надо его резко объехать сейчас семерка покажет нам семерка сбила препятствие так следующее она двойка вот так каждому инструктор дает это указание что нужно взять правильно что изменить сейчас едет пятерка юля прошу последняя машина семерка саша это мой хороший знакомый друг а юля это моя жена что закончилось наше мероприятие остался по обед как у вас какого выбрали